Добрый день, вам говорю я, Ольга Муравьева, компания Телемикс и программа Есть Тудей. Также этот день с нами встречает наш генеральный спонсор группа предприятий Янта. Янта – продукты для всей семьи. Янта – майонез, сделанный с душой, только из натуральных продуктов, выращенных на собственных полях. Для ценителей качества по ГОСТу такой нежный, такой густой Янта есть вкусно. Сегодня с вами мы, Илья Силютин и Ольга Муравьева, и будем готовить творожный пирог. Рецепт мне подсказала моя коллега, на выходных я его опробовала. Это своего рода какой-то кекс, как пасхальный. И сегодня я решила побаловать Илью этим блюдом. Ох, люблю, когда балуются. Да, нам понадобится творог, яйца, разрыхлитель, сахарозаменитель, немного муки и курага. Илья, ну давай я начну месить. А я буду курагу нарезать. А ты, да, ты бери вот там нож и поможешь мне. И подай мне, пожалуйста, ложку, мы сейчас добавим сюда творог. Побольше поменьше. Ложку обычную столовую. Ну давай, вроде красивая. Да. Илья следит за красотой в эфире. Эстетика важна. Ну, Илья у нас сегодня оказался в гостях не просто так. Он у нас пробовался и ведет свой проект «Неботань». И вот хочет, да, видели тебя и хочет, наверное, пойти немножко дальше, присоединиться к нашему дружному коллективу и в перспективе приглашать гостей в нашу студию, что-то с ними готовить. Сегодня он в подмастерии у меня. Илья, расскажи, как тебе режется? Да, режется очень опасно. Нож острый, все прекрасно. Так, а мне поменьше нужно посудить. Да, ты прям уловил мои настрои. Ты, наверное, кулинар, думаешь, что-нибудь готовишь? Да, балуюсь иногда там в инстаграме. Да, вот так именно режь курагу. Предварительно мы все это помыли, да, Илья? Конечно, я был по задаче. Я же подмастерия, поваренок своего рода. Так, ну, Илья, расскажи, пожалуйста, с каким настроением ты сегодня проснулся? Ой, я волновался на самом деле, потому что опыт все-таки ведения эфиров – это не одно и то же, что вести заготовленную передачу, которую сочиняешь сам для себя и все дела. Но в целом я был не сильно взволнован, откровенно говоря. Ну, взволнован, да? Ну, взволнован чуть-чуть. А знаешь, а я волновалась, я плохо спала. Думала, как же мы с тобой выстоим этот день, но решила, что рядом с мужчиной не должно быть страшно. Конечно. Он возьмет все волнительные моменты в свои руки. Да, а я сладко спал, очень-очень. Сладко? Надеюсь, ты выспался из меня. Хорошая музыка. Я добавляю яйца в наше блюдо. Творог отмерял Илья. Сколько тебе дала задание отмерить? 100 грамм. 100 грамм из пачки. Собственно, отсеялся, все как положено. А нас просят прерваться на рекламу. И думаю... Да, мы, ты думаешь, что мы должны... Но это не реклама будет, это будут новости. Да, впереди у нас блок новостей. Не переключайтесь, смотрите, что произошло интересного в городе Уссурийске. Далее будем готовить. Так, мы вернулись в студию и... Продолжаем готовить. Продолжаем готовить, да. Я расскажу быстро, что я добавила в творог яйца. Я теперь добавляю сахарозаменитель, потому что придерживаюсь правильного питания. У нас еще будет мука, разрыхлитель. Илья нам делает... Курагу. Курагу нарезает. Илья, и мне очень интересно, вот мой день, он всегда начинается с кофе. Когда мы готовились к кефиру, я узнала про тебя нечто замечательное. Ты, оказывается, у нас опытный человек в этом деле. Расскажи, пожалуйста, об этом. Да, я какое-то время работал бариста и готовил кофе, разные кофейные напитки, и продавал, собственно говоря, кофейное зерно. Поэтому некоторые отношения к этому дню, сегодня день кофе. Я могу тебя поздравлять с профессиональным праздником? Да, да, вполне, вполне. Расскажи, как это? Ты учился этому, это был зов сердца, не знаю, способность, возможность заработать деньги. То есть как тебя привела дорога-то туда? Так, ну, говоря откровенно, деньги, конечно, были основным мотиватором. Но, с другой стороны, я люблю открывать что-то новое для себя, какие-то новые качества, способности и так далее. Поэтому вариант подвернулся, я им решил воспользоваться. В принципе, я не пожалел. Приятная атмосфера. Это было что? Это какое-то кафе было? Это было кафе. Вернее, это был кофемагазин. Достаточно известная сеть. Это был в Уссурийске или Владивосток? В Уссурийске, да. И кофема. О, в кофеме? Да. Отличное место, приятные, я говорю, гости. И вообще атмосфера очень классная, так скажем. Ну, единственное дело, что это было, основное мое время работы, это было лето. А при этом, как правило, люди чем-то горячим не особо увлекаются. Это там прохладительные напитки. Поэтому, ну, те, кто был постоянным гостем в нашем магазине кофе, те посещали, а так, чтобы массово этого не было. Вот мне очень интересно, знаешь, у пекаря обычно говорят, первый блин комом. А у тебя было первое кофе? Ох-х-х-х. Свернулось, например. Первое? Первый? Первый кофе? Нет. У меня было несколько первых кофе, которые были комом. Не получились, да? Да. Ну, потому что, помимо того, что ты должен громовки соблюдать, и тайминги, и так все в таком духе, ты должен еще и делать рисунки на кофе. Латте-арт. Это самое интересное, наверное, да? То есть ты все это сохраняешь. Это обычно на пенке делают, да? Обычно делают, да. Нет, это как раз и является, по сути, то, что называют пенкой. Молоко подогревается, и, собственно, в кофе, в эспрессо, эспрессо, база кофейная туда, и это все проливается. Но делать это нужно, конечно, ну, сноровку иметь. У меня получались сердечки, но они больше были похожи на лук. Это нравилось, и гостям тоже смеялись. Скажи, пожалуйста, сердечки, это какая-то форма есть, что-то насыпать красиво, или это вот... Нет, это вот чисто рукой на чувстве нужно будет технику отрабатывать, поэтому это не так-то просто. А просто сделать зарядку, и мы переходим к нашей постоянной рубрике. Подзарядка. Заряжайтесь с нами, повторяйте, будьте здоровы. И далее продолжим. Доброе утро, меня зовут Вячеслав, я тренер по боксу спортивного клуба Александр Невский. Сегодня мы с вами сделаем несколько упражнений, направленных на укрепление верхнего плечевого пояса. Упражнение первое. Стойка, исходное положение. Ноги, ношение плеч. Руки вытягиваем вперед. Кстати, обратите внимание, вы можете взять гантели, можете взять любое отягощение, а также делать это без отягощения. И делаем короткие движения руками прямыми вверх-вниз. Большую амплитуду не делаем, делаем короткие движения, но делаем это достаточно быстро. Делаем это упражнение на протяжении 30 секунд. Дальше 30 секунд можно отдохнуть и повторить это упражнение 3-4 раза. Следующее упражнение. Исходное положение ноги на ширине плеч. Также вытягиваем руки вперед. И делаем короткие матковые движения руками в короткой амплитуде. Горизонтально. Раз. Вернулись в исходное. Два. Вернулись в исходное. И делаем это быстро. Дальше следующее упражнение. Исходное положение ноги на ширине плеч. Руки. Прямые руки разводим в стороны. И делаем короткие пружинистые движения руками вверх-вниз. Как будто летим. Как будто пытаемся залететь. Делаем это быстро. Дальше следующее упражнение. Исходное положение ноги на ширине плеч. Руки разводим в стороны прямые. Разворачиваем кулачки внутренней части вперед. Вот. И делаем маховые движения. Короткие маховые движения. Вперед-назад. Раз. Два. Раз. Два. Делаем это быстро. Делаем это упражнение на протяжении 30 секунд. Потом 30 секунд делаем отдых. И можно повторять данное упражнение 3-4 раза. Всем спасибо за внимание. На этом тренировка наша окончена. Будьте здоровы. Занимайтесь спортом. Возвращаемся в студию. Мы продолжаем готовить наше блюдо великолепное сегодня. Тесто почти готово. А ты поактивнее режешь куругу. Мне нравится. Я увлекся процессом. Ты увлекся процессом. А мы тут уже поговорили про кофе. Оказывается, Илья у нас специалист. Илья, я когда со мной мужчиной в студии, я беру с ним всякие обещания. Вот Иван обещал играть на гитаре. Он, кстати, это сделал. Я добавляю тем временем разрыхлитель. Сюда нужна прям большая порция, чайная ложка. Ты должен пообещать нам, что ты когда-нибудь угостишь нас каким-нибудь вкусным напитком кофе в своем исполнении. Или тут не хватает всего, чтобы его сварить? Всего, да. Хотя бы нам не хватает кофемашины, которая дала бы результат. Лука, которая вот ручная. А, ну это да. Это можно организовать? Это вполне, да, реально, выполнимо. И кофе, да, говорят. У меня вот утром целый ритуал. Мне нужен с утра, чтобы проснуться, чтобы почувствовать заряд бодрости и сделать зарядку, мне нужно лить на чашку кофе. А вот интересный факт. Оказывается, опять же, я там же узнал все, что кофеина, собственно, бодрящего этого вещества, в кофе меньше, чем в зеленом чае. Поэтому, если вы желаете взбодриться и безвреда для здоровья, то лучше употреблять полутру зеленый чай. Я, кстати, где-то слышала эту информацию про то, что зеленый чай гораздо сильнее бодрит, чем на самом деле кофеин. Ну вот, собственно, мне специалисты, учителя мои подсказали, и это дело тоже. И? Ты перешел на чай зеленый? Нет, я перешел на сублимированный кофе, потому что хоть я и готовил все эти напитки, но эстетикой я особо не проникся. Нотки, конечно, я все эти научился различать, многие, большинство из них, ароматы и все, и места, кстати говоря, терруар, понятие, которое характеризует кофейные нотки. Это места произрастания, высота, на которой кофейные кусты, деревья произрастают. И, в общем, важный элемент, кстати говоря, вино, по тем же критериям, собственно говоря, и определяться. Так что напитки эти в некотором смысле схожи, вино и кофе. Вот такая вот ситуация. Интересно очень. Я не знаю, я понимаю, что я кофе пью один раз в день с утра. Иногда, когда вот нужно взбодриться в течение дня, я добавляю чашку кофе, но не злоупотребляю. Раньше много пила. Сейчас вот прям понимаю, что как-то одной с утра, чтобы проснуться и сделать зарядку, прям достаточно. Так, ну у меня почти готово наше тесто. Так, я почти закончила. Мне парочка тут этих ягодок. Да. Я пробовала это блюдо. Делала с черносливом и даже попробовала сделать с ананасом. Вот с ананасом, то есть режешь кубиками ананас, немножко получается ананас дает много сока, оно дольше пропекается, и есть некое чувство, что недоготовлено. Хотя время приготовления одинаковое. Поэтому вот сегодня, кстати, сегодня проба первая с курагой, вот потом Илья будешь рассказывать, умеет ли Ольга Муравьева готовить. Да. Здорово мы продолжим после прогноза погоды. Потому что небеса сегодня плачут, и нужно узнать на неделю, как вообще с погодой на майских праздниках. Не переключайтесь. Прогноз погоды на 6 мая. В студии Анна Матвихиас. Здравствуйте. Володя, Востоке, в четверг, облачно с прояснениями, без осадков, температура воздуха плюс 14. Атмосферное давление в пределах нормы. Влажность высокая, ветер южно-умеренный до сильного. У срезки 6 мая. Малооблачная погода, осадков не ожидается. Температура воздуха плюс 20. Атмосферное давление в пределах нормы. Влажность комфортная, ветер южно-умеренный. О погоде все. До встречи. Мы рады всем, кто только что к нам присоединился. Сегодня этот день с вами проводит Илья Селютин. И Ольга Муравьева. Готовим мы творожный пирог. Тесто приготовлено уже. Илья нарезал курагу. Я очень старался смотреть. Очень старался. И я хотела бы поговорить. Знаешь, еще сегодня в календаре событий отмечен как день без диет. День против диет. Вот твой взгляд на эту точку зрения. Нужны ли диеты в этой жизни? И кому они нужны? Так. Ну, вообще-то у меня с диетами близкие отношения. Так. Почему? Ну, в одном случае это... Голодал? Ну, в каком-то смысле. Я вопросы всякие касательно здоровья пытаюсь изучать. Так. Физической формы и так далее. Диеты я рассматриваю в качестве варианта подсушиться, сделать себя более рельефным, похудеть. То есть спортом занимался? Ну, я и сейчас занимаюсь. Скорее, я не занимался в детстве. Ты тогда ничего не хотел делать, но быть стройным и красивым. Я хотел играть в компьютер в то время. Но и при этом быть стройным и красивым, поэтому диеты заходили, правильно? Нет, они не заходили, потому что я очень не строго к этому относился. Но потом я как-то заболел. Так, очень неприятно. И мне пришлось, дабы не усугубить болезнь мою, взять и перейти на диету, которая врачом была прописана. Гадкое время. Но ему врачи прописывают не сильно строгие все-таки. Ну, было очень пресно. Мне нельзя было ни острое, ни сладкое, ни соленое, а этого хотелось очень всего. Как всегда, дезапретный плод сладок. Но потом, когда это все стабилизировалось, я вот в норму вошел. Сейчас я, ну, своего рода, да, мы как-то с тобой за кадром обсуждали, что попытка или правильное питание – это тоже своего рода диета. А вот про правильное, да, это поговорим чуть попозже. Я сейчас предлагаю залить наш пирог в форму. Я использую силиконовую форму. Очень всегда удобно доставать. Мы промазали маслом. Все это дело сейчас закинем в духовку. Как-то, как-то у меня, когда я делала дома, было, наверное, побольше теста все-таки. Я как-то в основном делаю на глаз все это делаю. Мне кажется, что у меня дома была это все масса погуще. Илья, ну, наверное, помоги мне открыть. Открывай духовку. Так, открываем духовку. Мне ее наклонить. Вот так вот делаем. А я сейчас это дело поставлю. Выглядит красиво. Ну, еще как бы как красиво, еще не очень. Сейчас мы это все дело разровняем и будем ждать. Надеюсь, что будет еще не только красиво, но и вкусно. У меня не так красиво получается. Не так красиво. Так вот, да, про диеты. Я не знаю, как к этому относиться. Мне кажется, что некоторым людям они строго необходимы. Да, когда уже идет какой-то перебор массы тела, когда особенно это влияет на здоровье. Естественно, ну, единственный способ привести себя в форму – это, наверное, сесть на какую-то жесткую диету. И, кстати, в интернете, там, в соцсетях я наблюдаю и вижу, что действительно у некоторых людей прогресс хороший, да, когда они начинают воздерживаться от каких-то продуктов. Да, я тоже наблюдал таких, но я думаю, что нам стоит продолжить этот разговор после рекламы на нашем канале. Не переключайтесь. Добрый день, вам говорю я, Ольга Муравьева, компания «Телемикс» и программа «Есть Тудэй». Также этот день с нами встречает наш генеральный спонсор – группа предприятий «Янта». «Янта» – продукты для всей семьи. «Янта» – майонез, сделанный с душой, только из натуральных продуктов, выращенных на собственных полях. Для ценителей качества по ГОСТу такой нежный, такой густой «Янта» есть вкусно. Всем добрый день, всем, кто только что к нам присоединился. Мы готовим творожный пирог, он у нас уже в духовке. И разговариваем с Ильей Селютиным про день против диет. Шестое число на календаре, в календаре событий этот день отмечен именно под таким названием. И вот мы поговорили про диеты. Я, знаешь, приверженец больше, что нужно придерживаться правильного питания. И, собственно говоря, каждый человек должен слушать свой организм. То есть я, например, стараюсь питаться правильно, но иногда я могу съесть кусочек торта, что-то острое, там, не знаю, соленое, сладкое, но это не всегда. То есть я даю себе такие разбрузки, хочется, я ем. Но, как говорят, во всем нужна что? Чувство? Мира. Но и не только по ощущениям своего организма, мне кажется, нужно ориентироваться. Все-таки информации у нас сейчас много в интернетах. И, собственно, советы по тому, как вести питание здоровое, тоже имеются. Можно, да, без фанатизма, если, конечно, вы профессиональный спортсмен или около того, там нужно все это с громовочками, если совсем нужно проводить. Но для себя, чтобы не жреть, грубо говоря, нужно просто меньше углеводистой пищи и побольше белковой пищи употреблять, собственно. Я пытаюсь в таком режиме жить. Вроде получается. Получается. Да, но еще нужны физические нагрузки, если вы хотите форму купить. Вот с этим согласна, да. Физическая нагрузка. Даже не то, что про форму. Вот когда я делаю утром зарядку, не ленюсь. Ну, день же по-другому складывается. Ну, смотрю, какая зарядка, наверное. Если она сильно интенсивная, то потом... Ты задаешь себе какой-то ритм, да, и вот как-то и пошел, пошел, и как-то все, все плавно, планомерно, все получается задуманное, ничего не выпадает из плана. Завидую, завидую. Завидую, что ты не делаешь зарядку? Нет, у меня между рабочими часами есть перерыв на работе, и я его посвящаю в том числе и физнагрузкам. Я регулярно стараюсь заниматься на дому, на турниках и так далее, поэтому... Поэтому ты молодой и красивый? Можно я тебе сделаю комплименты? Конечно, спасибо. В краску вобну. В краску вобну. Не видно, как я покраснел. Нет, не видно. Мне кажется, тебе приятно. Ну, кому никому было бы приятно. Каждому человеку приятный комплимент. А у нас есть в редакции с тобой, мы прекрасно знаем, Наталья Кулькова, которая ежедневно выходит на улицы города и задает людям самые разные вопросы. И сегодня мы с ней готовились к эфиру, мы проштудировали календарь и увидели, что сегодня день против диеты, вот она узнала, как уссурийцы относятся, каково их мнение, нужны ли диеты, не нужны, кто, может быть, соблюдал их с диетой. Поэтому смотрите на наших горожан и наслаждайтесь общением через экран. Правильное питание, режим сна и физическая подготовка к этому. Я думаю, вот в этом все. Ну, в основном нервничает, это когда нечего делать. Диета все это делала, все губляет. Мне кажется, тоже какие-то моменты питания должны быть, ограничения в этом. Особенно посмотришь на зарубеж, что уже Америку, сколько полных женщин ходит. Да не полных женщин, и мужчины такие же, что это. Как специально откармливают. У нас вроде это не так. А как вы думаете, с чем это связано? Почему у них так, а у нас не так? Ну, я не знаю, бургеры, наверное, вот это вот быстрый перекус, может, от этого многое зависит. Ну, какой бы рецепт я дала, с молодым нужно иметь в доме весы напольные, и каждое утро становиться на них. И все это сразу дает по мозгам. И тогда вам не нужны будут никакие диеты. Диеты, я думаю, что какие-то такие агрессивные, они не нужны. Главное, себя ограничивать. Ну, наверное, все хорошо в меру. И диета, где-то себя ограничивать еде, как говорила Раневская. Меньше жрать. Именно если это делать неконтролируемо, без меры, например, резко переходить на какую-то диету, опасную, тем более для здоровья. Там есть диеты, которые предполагают только пару приемов пищи в день, хотя их должно быть больше, там до пяти. И диеты, которые в себя включают какие-то определенные продукты. То есть организм должен получать все микроэлементы, витамины и прочее. И отказываться от чего-то там, только чтобы сбросить вес, это глупо. Мы снова в студии, продолжаем наш разговор и приготовление прекрасного оленого кекса. Кекса пирога. Волнуюсь, тесто получилось меньше, вдруг будет невкусно. Но ты должен будешь восхищаться, это же важно. А я вообще против, вернее, не то чтобы против, я не за то, чтобы блюдо выглядело как-то эстетично, сильно красиво. Я за содержание, оно может быть... А вот я и про содержание, я волнуюсь, я забыла добавить туда масло сливочное. Ой, ерунда какая. Там вот совсем чуть-чуть. Мы же творог добавили, там своего рода продукт. А, да, то есть творог спасет меня от краха. Я думаю, что да. Тем более мы активно его размешивали. Вот прежде чем мы ушли в перерыв и на опрос, ты затронул про то, что у тебя есть еще основное место работы. Я знаю, что ты работаешь в дополнительном образовании, да, ты занимаешься с детьми. А сегодня также еще один праздник в календаре. Ну, не праздник, так скажем, наверное, мечта каждого ребенка. День без домашнего задания. Расскажи, пожалуйста, ты своим детям даешь на дом какие-то задания? Так, нет. Нет, у меня дополнительное образование, и то, что мы происходим... Я учитель официально по диплому, и об этом я тоже чуть-чуть позже скажу. А вот работа, на которой я сейчас, там не предполагается никакого домашнего задания. Единственное, что когда мы готовимся к каким-то конкурсам или соревнованиям, тогда да, какие-то моменты, может быть, но это не основное. Ты кружок робототехники ведешь, верно? Да, да. То есть, ну, ты же даешь дома, там, не знаю, какие-нибудь колесики прикрутить, там, разработать схему какую-то, нет? Нет, у них, короче, круглый год без домашнего задания получается. Круглый год праздник. Наверное, ты бог для своих детей. А не только я, все у нас там в таком ключе. Это в этом, собственно, фишка дополнительного образования. Не обязательно нагружать ребенка. А мне почему-то кажется, как матери, что домашнее задание, оно как-то закрепляет изученный материал, нет? А я как учитель могу сказать, что да, закрепляет, безусловно. Только здесь, ну, здесь знание не того плана, к тому же нужно оборудование, чтобы что-то выполнять. Да, ну, это необычные лего-блоки, скажем так. Ну, наверное, дети какие-то, которые очень увлечены, они все равно дома в это окунаются? Они, конечно, сами там что-то в интернете смотрят, опять же, они пересобирают то, что у них имеется. Ну, это, в этом нет обязаловки. Если ребенок заинтересован, то он, собственно говоря, в это вливается, да, и ему не нужно заставлять. Скажи тогда, как заинтересовать? То есть есть какие-то у тебя подходы к детям, чтобы вот раз, и ребенок такой, хочу, и он там только робототехника на уме, и все изучает, в интернете смотрит, пробует? Заинтересовать? Ну, я думаю, что даже самый лучший педагог не в силах кого-то упорно отрицающего его предмет заинтересовать. Заинтересовать. То есть тоже должны быть данные какие-то. Конечно, и хотя бы какой-то минимальный интерес к тематике того, что происходит. Вот, но я могу сказать, я же работал учителем, и все-таки там мне приходилось давать домашние задания. И вот здесь вот как раз домашние задания как раз для того, чтобы закрепить изученные. Хотя, если вспомнить годы школьные мои, можно об этом рассказать чуть попозже, потому что у нас перерыв. И у нас сейчас будет рубрика «Мини-мы», рубрика о родителях и детях. Впервые у нас, кстати, появились папы в этой рубрике. И каждый из вас, желающий, у кого есть ребенок 5, 6 или 7 лет, тоже может стать ее участником. Звоните к нам в редакцию, а пока смотрите, как это происходит. Она всегда спрашивает, мам, я красивая? Говорит, да, ты красивая. Ты умничка, красивая и ласковая. Я красивая, умная и веселая. Мы ходим в сад, она любит ходить на хореографию и на рисование. Вот ей нравится рисовать, дома раскрашивать, раскраски. Прям захлеб. Я прыгала уже из всех качелей в садики. Алена любит ходить в садик, для меня это прям радость, гордость. Ей нравится воспитательница, ей нравится дополнительные занятия, бассейн. Вот бассейн очень любит, ждет с нетерпением каждую неделю. Мне нравится садик, почему я катаюсь до качелей. Первый раз, когда я ее спрашивала, ну так давненько, она говорила, хочет парикмахером быть. А сейчас постоянно прям сама мама, я хочу быть доктором. Я говорю, а как, почему? Ставить уколы, прививки. Вот прям вот так и отвечает. Я хочу стать парикмахером, почему мне нравится разные прически делать. Конкретных обязанностей я на нее не накладываю, там, ты должна, обязана. У нас все идет в игровой форме. Говорю, Леночка, давай наведем порядок дома. Когда я начинаю что-то делать, она прям подхватывает, убирает комнату, даже могу сказать, лучше меня. Я мою посуду и полы мою. Мне делать это несложно. Алене нравится рисовать, раскрашивать. И чем чаще она это делает, делает она это каждый день, у нее каждый раз все лучше и лучше. Даже в садике, когда скидывают нам рисунки, у нас прям такое соревнование с папой. Угадаем, где она нарисовала и угадываем, аккуратно рисует. Мне нравится удалять гулять с подушками. Мечта и ожидание – это мы каждый год на море. Она ждет и мечтает, что поедем на море. Я хочу пойду застать, она веселая и красивая. Похоже, Лена, конечно, на папу. Прям вылитые черты. Если брать детские фотографии, это прям копирка. Ну, по вредности она в меня. Я похожа на маму, у нас одинаковые волосы. Как вот ни странно, можно сказать, да, дети, кто-то не любит кашу, Лена любит кашу. Кашу там овсяная, мы называем ее богатырская. Ну, гречную любую любит кашу. Я люблю ботодельскую кашу, она с ядками разными. Любимое время года у Алены лето, потому что она ждет свой день рождения и, конечно же, подарки, как все дети. Я люблю Зимбу, почему там с родителями украшаем елку. У нас дома питомец кот, ну, соответственно, как она его любит, но все-таки это лошадки. У меня есть дома кот, он серого цвета, его зовут Батон. Приветствую вас вновь в нашей студии, и мы продолжаем разговор о «не без домашнего задания». Я хотел немножко поделиться своим жизненным опытом, и когда я был школьником, некоторые предметы я не готовил в домашние задания, потому что в силу того, что способности запоминать у меня были высокие основными предметами. То есть ты запоминался в науке? Да, я оседал в голове прекрасно, и повторений мне вот этого всего не нужно было. При этом ты хорошо учился или был троечником? Нет. Расскажи нам секрет. Я был хорошистом. Единственное, что в девятом классе появилась алгебра и геометрия, и немножко так все у меня просило. Ну, по этим предметам, по всему остальному я пытался, я старался. То есть алгебра, геометрия – это не твои науки, да? Нет, я же гуманитарий. Хотя, сейчас я понимаю, что соприкасаюсь. Хотя, если бы ты, наверное, был более усидчивый делать домашнюю работу, было бы все более успешно? Тут скорее тяга, наверное, потому что были те, кто этим увлекался, а мне это было очень даже неинтересно. Ну, ладно, я. А вот смотри, а ты приверженец, получается, ну, вот ты не задаешь детям уроки, да, со своего кружка. А вот как ты считаешь вообще по другим предметам? Вот нужно много уроков задавать, мало. Как вот педагогу выбрать ту грань, чтобы и ребенок его уважал и бежал на уроки с удовольствием, ребенок его дома не вспоминал дурным словом, когда сидит и делает вот такую кипу домашнего задания? Вот где есть какая-то золотая середина? Я думаю, что это зависит от предмета, который ведется, и в каких-то моментах это нужно в большом количестве, чисто догматика, чтобы оно вот на подкорке оставалось, а где-то в этом нет необходимости. В плане вот гуманитарные предметы, они в этом смысле проще, потому что что-то в голове оседает, и если что-то забыл, подчитал, и все. А вот с предметами типа алгебра, химии и так далее, ну как-то, мне кажется, нужно... Ну, наверное, там нужно еще и понять, да? То есть заучить нельзя. То есть, ну, формулу заучить можно. А нужно же понимать, там же всегда есть какие-то исключения. То есть, есть стандартный пример, а есть там что-то запятая или умножить на что-то, в скобочки взяли, не знаю, в квадрат возвели, уже совершенно другая схема. Согласен. А еще я вспомнил фразу, которую произнес мой преподаватель на ИСТФАКе. Студент должен страдать. Я думаю, что и школьник должен страдать, потому что, ну, школьник ничего не хочет, поэтому его нужно всегда направлять, заставлять. Потом он поймет, что было все правильно. Я такой вот тоже был. Ты считаешь, что дети должны страдать? Да. Ну, это шутка, конечно же. Илья, ты меня сейчас шокировала. В плане напрягаться, потому что это все-таки работа. Ну, это да, шутка страдать. Ну, в принципе, да, наверное, как бы идет продвижение, да, через какие-то, ну, сложности. То есть, ты решишь сложный пример, и ты такой, вау, я смог. Конечно. Я сейчас столько себе ненавистников заработал, наверное, этой фразой. Но ничего страшного, дети, если вы смотрите, все-таки прислушайтесь, вам пригодится. А вот все, я о себе, да о себе. А, наверное, мы сейчас, знаешь что, с тобой уйдем на рекламный блог, а дальше мы поговорим про мой опыт с выполнением домашнего задания. Только хотела об этом спросить. Читаешь мысли? Не переключайтесь. И вновь здравствуйте. Продолжаем разговор и приготовление нашего блюда. Оля, мы прервались на том, что ты хотела поделиться своим опытом как родителя и отношения к твоему нашему блюду. Я была очень ответственным ребенком. Я помню, бесконечно делала уроки. В институте бесконечно ходила по библиотекам, что-то какие-то конспекты. Сейчас я иногда анализирую, думаю, помогло ли мне это в жизни. Я не знаю, я еще не нашла ответа на этот вопрос. Ну, понятно, знание хорошее, да, и в школе я хорошо училась. Сейчас я по другую сторону баррикад. Я мама, и я вижу, как делают уроки мой ребенок. И, наверное, кстати, повезло, что у них сейчас вот эти мини-каникулы, да, 10 дней. Сегодня не праздник. Так у всех. Вообще у вас почему-то нет. Вот. И, получается, вижу, как делают уроки. И иногда понимаю, что когда много, когда не понимает, и когда по разным предметам много, и еще какие-то дополнительные кружки, как там робототехника, она там ходит в театр у меня. И когда вечером часов в 10 ребенок сидит и что-то не получается, это, конечно, слезы, обиды, раздражения. Вот я против этого. Мне кажется, уроки, они не должны вызывать вот бурю какого-то негатива. Все-таки ребенок должен понимать, да, он делает это для себя. А когда не получается, ну, оттуда и рождаются и слезы, и обиды, и какие-то конфликты даже в семье. Поэтому я сторонник, что задавать уроки нужно домой, да, чтобы закреплять материал, но все-таки как-то лимитировать объем. Дети не должны, на мой взгляд, бесконечно делать уроки, но это ужасно. Согласен, особенно когда ты ребенок, ощущения не очень приятные. Детей нужно поощрять, я считаю, детей нужно радовать какие-то, ну, не знаю. Было бы вообще круто, если бы были сейчас учебные будни, и, зная об этом, не учителя, вдруг вот на один день не задали домашнюю работу. Мне кажется, дети, все ученики Уссуриска были бы счастливы. И один денечек он бы не сделал, погода ведь никакой. Конечно, не расслабил бы совершенно, так, облегчил бы. Да, облегчил какое-то восприятие информации, да, подготовку, и отдохнув один денек, дети бы на следующий день сели с еще большим энтузиазмом за выполнение домашней работы. Ну, утверждение спорное, на мой взгляд. Почему? Ну, потому что вряд ли это добавляет какого-то энтузиазма. Думаешь? Ну, расслабляться порой надо, иначе перегоришь, это во всем так, в том числе и в учебе. Вот по поводу поощрения от детей, ну, нужно, не знаю. Я вот вчера... А я мороженое люблю. Если бы мне давали мороженое, я бы всегда был бы рад. А ты угадал мои мысли, Илья. Мы с тобой готовились, и ты знал, про что сейчас сказать. Вот, нет, ничего я не знал, я чисто от души... Ты тогда по моим глазам понял, да? Да. Я подмекнула тебе. Про поощрение я сразу думаю, что же меня могло бы поощрить. Кстати, да, поощрение. Вот у меня у дочери любимое поощрение мороженое. Ну, а мы дома едим обычное, а я вчера побывала в интересном месте. У нас в кинотеатре «Россия» открытое кафе, называется «Милки Мунс», и там предлагают очень интересное гранулированное мороженое. Это такие, знаете, маленькие шарики, как витамин С, привычные для детей, вот такие. Тебе прямо он насыпают, и он такой сыпучий. Ты все это кушаешь, там натуральные красители, оно там из натуральных продуктов произведено. Поэтому давайте посмотрим, а сразу после можно идти и пробовать. «Милки Мунс», срочно попробуй на вкус. Позитивное мороженое снова в Уссурийске, в кинотеатре «Россия». Наш город стал единственным на Дальнем Востоке, где можно отведать такую экзотическую сладость. Порция – это смесь гранул различного вкуса и цвета. Такая структура позволяет проводить самые смелые эксперименты с ароматами. Вкус мороженого напоминает детство, такая очень теплая атмосфера, и становится очень приятно, прям хочется улыбаться. Подняли настроение на целый день, спасибо. Мороженое очень вкусное, я соглашусь с девочками, мне оно очень понравилось, и мороженое можно прям наесться. Очень вкусный вкус. Окунуться в атмосферу улыбок и воспоминаний может каждый. Достаточно одной ложечки ароматных шариков и настроения – вот оно. Эту сладость производят в нашей стране. Использование специальной криотехнологии позволяет сохранить такую необычную для мороженого форму. А натуральные ингредиенты в рецептуре делают его не только вкусным, но и полезным. Его попробовать можно только у нас. Мороженое гранулированное, оно сделалось с цельного молока. Я люблю манго, и всем предлагаю, и всем очень нравится. Те, даже кто ни разу не пробовал это мороженое, они в восторге от него. Шоколад, банан, клубничка, особенно маленькие любят клубничку. Здесь очень красивое помещение, тут как все красиво оформлено, и мороженое прям очень вкусное. А то, что сюда еще можно сходить в кино, тут, во-первых, все и билеты дешевые, и можно очень весело провести время. Провести время с комфортом, отведать освежающую сладость, а заодно и посмотреть кино. Милки Мунц исполняет мечты, как смелые детские, так и робкие взрослые. Кстати, в кафе действует специальное предложение на семейные праздники. Тем временем Оля достала свое блюдо, и смотрите, какой румяный пирожочек. А ты чувствуешь, как он пахнет? Я даже кусочек оторвал. Мне кажется, я воинственную нужду вам нужно управлять. Вот мы начнем резать, все это дело немножко остынет, потому что только с пылу с жару. Напомню, что это творожный пирог, нам потребовался творог. 100 граммов, да, я тебе давала задание? Да, да, все отмеряло, как положено. Ольца, сахарозаменитель, 100 граммов муки, немножко масла сливочного, я забыла его положить, надеюсь, получилось. И прям хорошая чайная ложка с горкой разрыхлителя. А, еще мы добавляли внутрь с тобой курагу. Я добавляю туда чернослив, пробовала уже делать и с ананасом. То есть любой фрукт, который есть, он придает сладость, потому что сахар в этом пироге нет. Мне кажется, меда или чего-нибудь такого? Тоже можно, какое-то варенье внутрь. Прикольно, что здесь очень мало муки и творог, что это, ну, это блюдо из правильного питания. Я давно говорю, что я пытаюсь пытаться правильно и делюсь своими рецептами со зрителями. Также сегодня мы с Ильей разговаривали о многих праздниках, которые, да, выпали на сегодняшний день. Обсудили все. Самый прикольный день, который мне запомнился из нашего обсуждения, это день без домашнего задания. Мне кажется, это нужно внедрять в школах, иногда практиковать. Ну да, есть же день самоуправления. Да. И можно и это попробовать. Ну вот, да, ничего страшного не случится. Поэтому, Илья, ну расскажи, пожалуйста, у тебя, можно было бы сказать, сегодня первый опыт. Я думаю, что очень волнительно прошло все это дело, да, но интересно. Интересно, всегда свежее что-то для меня интересное. Вот, и мы, кстати, с радостью принимаем людей в гостях у себя. Поэтому, если смотрите нашу программу, у вас есть какой-то интересный рецепт, пожалуйста, связывайтесь с нами, звоните в нашу студию, в редакцию, подписывайтесь на наш инстаграм, и вы вполне можете стать гостем в этой студии, принести какой-то свой рецепт, рассказать о нем уссурийцам. Ну, мы вместе все приготовим, попробуем. Ну, наверное, будем мы с тобой прощаться. Да, закрулиться уже пора. Пора уже, да, время тикает. И к тому же пора его есть. Да, пахнет вкусно, оператор мне там всему отходит, что нужно уже пробовать срочно. Поэтому спасибо всем, кто был с нами. Пока. Увидимся с вами вновь. Включайтесь на программу Есть Тодей каждый день. До скорых встреч в эфире.